Добрый день! В своем предыдущем видео я рассказывал, как можно добавить дата поля в часы Garmin Phoenix 3. Сейчас вы как раз и видите это среднее поле, это поле данных, которое используется в часах Garmin Phoenix 3, оно добавлено в самих часах. Но это не означает, что это все, что вы можете добавить, это только дата поля. Часы Garmin Phoenix 3 позволяют вам самостоятельно добавить нужную активность. Не обязательно нужно пользоваться именно то, что вам дал Garmin, это соответственно бег, плавание, триатлон и все. Вы можете делать себе активность именно под себя. То, что вам необходимо, это выбрать нужные поля, которые будут отображаться на вашем циферблате и соответственно настроить их в ваших часах. Поэтому в этом видео я расскажу, как именно добавить и создать эту активность, собственную активность, которая сделана не Garmin, а будет сделана именно под вас, для вас и с учетом ваших требований и пожеланий, например, для туризма или для спорта. Давайте начнем наше добавление активности. Итак, центральный циферблат. Для того, чтобы добавить активность, переходим, соответственно, в меню настройки. И выбираем приложение. Тут есть список приложений, а в самом-самом конце, я сейчас прокручу быстро, добавляем новую. Тут уже есть готовые заложенные приложения, выбираем другое. И, соответственно, это наше. И, соответственно, тип приложения. Цвет. Название автоматом вводим. И мы можем назвать приложение. Но для теста я напишу там АБВ. Кстати, обращаю ваше внимание, что кириллица не будет работать, если вы приключитесь на английский интерфейс часов. С этим определимся пока. Идем далее. После того, когда вы сохраните вашу активность, все, что вам необходимо. Ну, или, кстати, вы можете скопировать в другой предыдущей активности. Вот я, например, делаю Hike Special. Включаем GPS. Соответственно, он необходим для нашей активности. Но это уже вам решать, нужно вам или не нужно, соответственно, GPS. Вы видите уже нашу активность. Называется она АБВ. Ну, а теперь самый финальный момент. Экраны данных. На этих экранах мы должны определиться с раскладкой. Тут вы можете просмотреть, как будут выглядеть ваши данные. И, соответственно, настроить каждое поле. Например, первое поле, верхнее. Вы видите, на синем подсвечивается. Или выбирать поля, соответственно, уже указанные, имеются в самих часах Garmin Phoenix 3. Или, соответственно, добавлять часы с Connect IQ, которые загрузили. Ну, в данном случае, ну, давайте что-нибудь выберем для теста. Ну, время суток выбираем. Среднее, большое поле я обычно использую для дата полей с Connect IQ. Это наиболее оптимально. Ну, ставлю, например, кардиомонитор, диаграмму. Ну, или, соответственно, выбираем третье поле. Ну, давайте для теста выберем таймер. Так, идем далее. Кстати, вы можете добавить несколько экранов, если вам необходимо прокручивать, либо мало информации. Для теста я пока подключаю экраны. Ну, и, соответственно, добавлю еще одно датаполе в часах. Так, тут все нормально. Все у меня выключено. Идем дальше, дальше, дальше. Перематываем и дальше дойдем еще до поля распределения кардиоактивности по уровням. И, соответственно, наше приложение или наша активность уже готова в часах. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть, как будет вызываться она, соответственно, в часах. По правой кнопке верхней запускаем приложение. Тут большой список. Давайте быстренько прокрутим. Это нам пока не нужно. Ну, давайте вернемся к моей АБВ-активности. Так, вот она. Три точечки – это как раз кастомная активность, которая уже добавлена вручную. Я ее сейчас запускаю. Вот вы видите, как она уже отобразилась в часах. То есть идет, соответственно, время суток. Это текущее время. Нижнее время – это время в таймерах. Таймер, соответственно, время активности вашей. И, соответственно, вы можете переключаться на кардиозону, в которой вы сейчас находитесь. Так как другие экраны я отключил, то с помощью переключения Up-Down, соответственно, я могу бегать между нужными мне экранами. Ну, это пока все, что касается активности. Кстати, обращающее ваше внимание, что если вы напишите название активности на русском языке, то при переключении интерфейса на английский, то там у вас будет пусто. Эта проблема уже обсуждалась на форуме Garmin. Но пока решили, понимая производителей, что, соответственно, на каком интерфейсе вы работаете, там и будет показываться у вас все без проблем. Ну, как вариант, вы можете использовать на английском языке вашу активность. Но это пока все то, что связано с активностью. Если же вас интересует по шагам, как это сделать, зайдите в мою статью. Там все я писал детально, как что сделать по шагам А, Б, С и, соответственно, что необходимо, чтобы эта работа в ваших часах. Всем пока. Жду ваших подписок и лайков. До свидания.